2023 год указом президента Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Наставник. Кто он такой? Какой смысл скрыт за этим, казалось бы, простым словом? Когда мы делаем первые шаги, нашими наставниками становятся родители. Именно они помогают в трудную минуту, протягивают руку, подставляют плечо. Когда мы приходим в школу, нашими наставниками становятся учителя. И вот школьные годы позади. Мы выросли. Мы взрослые. Мы не нуждаемся в помощи и поддержке. А когда наступает первый рабочий день, мы снова чувствуем себя маленькими беспомощными детьми. Мы снова ждем протянутую руку, за которую хочется крепко взяться и ощутить заботу, дружеское участие и тепло. У каждого из нас в жизни были люди, оказавшие решающее влияние на наше развитие. Это и есть наставники. Даже если мы не называем их так, их роль в нашей жизни огромна. Большая удача, если встречи с такими людьми происходили уже с детства, когда закладываются основы личности. Эти встречи помогают детям сформулировать свое видение мира и предназначение в нем. Кому-то запомнится яркий художник, кому-то известный предприниматель, государственный деятель или путешественник, а для кого-то обычный учитель. От встречи могут остаться одна фраза – общее впечатление или просто искры интереса. Но мы удивимся, как сильно они могут повлиять на сознание, определив судьбу человека на долгие годы. Это и есть волшебство наставничества. Об одном из таких замечательных людей и пойдет сегодня разговор. Это талантливый педагог, наставник, филолог по первому образованию, писатель, поэт, общественник и просто хороший человек – Игорь Давидович Гуревич. Встреча с таким человеком – это, безусловно, подарок судьбы. Его горячая любовь к родине и истинному живому русскому слову является тем созидающим началом, которого так не хватает современному человеку. Он родился 30 июля 1960 года в городе Архангельске. Окончил Архангельский педагогический институт, и вся его трудовая биография связана с русским севером и еще с детьми. Более 20 лет своей жизни он посвятил педагогической деятельности. Работал учителем русского языка и литературы, директором сельской, а потом городской школы, заведующим кафедрой управления в Институте повышения квалификаций. Закономерно и заслуженно он является отличником народного просвещения. В начале 2000 года поэт начал заниматься маркетингом и попробовал себя в журналистике. Работал редактором информационного агентства газет и журналов. Затем с 2006 по 2014 год был директором по связям с общественностью в авиакомпании «Нордавия». В 2014 по 2016 года советником генерального директора ОАО «Псковавия» по связям с общественностью. В 2016 году поэт вступил в Союз писателей России. Удостоверение члена Союза было вручено первым секретарем Союза писателей России Геннадием Ивановым в городе Пскове на сцене Большого концертного зала филармонии в период празднования Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Тогда же поэт стал лауреатом литературной премии «Наследие», учрежденной Общероссийской общественной организацией «Российский союз писателей» совместно с Российским императорским домом под личным покровительством главы Российского императорского дома Великой княгини Марии Владимировны с целью поиска новых авторов, творчество которых сохраняет традиционные для русской литературы ценности. Он удостоен медали Российского императорского дома «Юбилей всенародного подвига» 1613-2013 годы. Игорь Давидович – автор сборников стихотворений «Земля обетования» 2013 год, «Доброе небо» 2016 год, «Троянский конь еще не сочинен», «Осенние снегири» и прозаических книг «Любовь к родине» 2008 год, «Любовь к ближнему» 2010, «Лето, в котором тебя любят» 2014 год. Рассказы и стихи его публиковались в различных периодических и литературных изданиях. Он является инициатором премии «Доброе небо», «Редактор», автор-составитель сборника финалистов премии «За 2016 год. Антология современной русской провинциальной литературы». Автор-ведущий радиопередачи «Книжная лавка» на радио «Поморье». Ну каким был детстве и юности наш герой? Кто были его любимые наставники? Я спросила об этом и Гера Давидовича, и он рассказал мне много интересного. Он рос в любви, с особой нежностью вспоминает своих родителей, дедушек и бабушек, свои школьные годы, друзей. Об этих годах, его воспоминания в книгах «Лето, в котором тебя любят» и в рассказе «Колыбель для Вацлава» из книги «Зона отчуждения». Дедушка Моисей Гуревич и бабушка Рива Гуревич, бабушка Гинта Черняховская были его любимыми наставниками. И еще про всех про них можно будет прочитать в романе «Дома не моего детства», который готовится к печати. О детском периоде жизни можно почитать в рассказах «Мальчик и комнатные растения» в книге «Лето, в котором тебя любят», «Возлюби болезнь свою» в книге «Зона отчуждения», а также стихи «Мальчик и Дед Мороз», «Этот город» и так далее. На этом детство закончилось, вспоминает Игорь Давидович. «Нет, было еще что-то и много, но не принципиально. С детством кончилось и наставничество по отношению ко мне». Молодость наставляет сама себя, в том числе не только на путь истины. О своей юности он также вспоминает с улыбкой и легкой иронией. Молодость – время, когда наставники становились помехой. В детстве я был покладистым и спокойным мальчиком. В подростковом возрасте я наверстывал упущенное. Об этом описано в рассказе «Шмуля» из книги «Лето, в котором тебя любят». В юности я считал себя взрослым. Саратов, общага, любовь и постоянная битва за право быть собой. К девятнадцати годам я знал, что такое свое пространство. Зарабатывал на хлеб с черной икрой, снимал полдома и практически был женат. Играть умел только я на гитаре, и то в три аккорда. Как проходило становление его личности, он описывает в рассказах из первой книги «Любовь к родине», в студенческих рассказах из книги «Лето, в котором тебя любят», а также в поэме «Степь». И наставником в этот период для него стала сама жизнь. «В школу не мечтал попасть», продолжает вспоминать Игорь Давидович, но директором школы быть хотел, чтобы никто меня никуда не наставлял. И стал. В двадцать один год. И люблю школу до сих пор всем сердцем. И учительское дело люблю. А к наставничеству он до сих пор относится с улыбкой и считает, что главное – это поверить в себя, а жизнь научит. Тема наставничества плавно перешла в его творчество. Его стихи и проза – это яркие примеры отношения к жизни. Его произведения написаны пером сердца и души. Они заставляют читателя задумываться над своей судьбой, размышлять, грустить и улыбаться, мечтать и чувствовать свою ответственность за свои поступки. В качестве примера послушайте стихотворение из книги «Земля обетования». Печалится глупый мальчик, тоскует балбес о том, уйти бы куда подальше, покинуть постылый дом, где мама вчера карманы обшарила и нашла бычок стюардессы пряной, а после отца ждала. Ворчала на кухне узкой, передник в обойный цвет с печалью до боли русской. Отца в нашем доме нет, а тот появился в доме, все выслушал, взял ремень. Нет, жалко, что я не помер на злоем в тот гадкий день. А дальше, а дальше больше, то классная, как гроза, нагрянет, мозги полощет, закатывает глаза. И снова был вечер скомкан. Как жрица, печально мать вздыхала на кухне громко. Где в доме мужчину взять? И снова отец с работы срывает с гвоздя ремень. Спасибо, что есть суббота. У бати в ней банный день. А сын целовал девчонку и от любви столбенел. Попробовал самогонку, завел себе самострел, палил воробьям подгузки и яблоки воровал. А после на кухне узкой от матери узнавал, что нет мужика в их доме. Пока в один пасмурный день отец на работе не помер. Такая вот дребедень. А он собрался в дорогу, уже не жалея мать. Он ночью прошел к порогу на цыпочках, словно тать. Но с кухни тропинкой-ломкой тек лампы настольный свет. И плакала мать негромко. Теперь тебя точно нет. Испуганный, что подслушал, обратно в постель проник. Пол ночи, — шептал в подушку, — Есть в доме твоем, мужик! Старая истина, что жизнь людская трагикомична, в произведении Гуревича выражена своеобразно, с присущим автору юмором. А искренняя любовь к родным, близким, друзьям, к людям, нас, окружающим, вызывает ответные чувства у читателя. И потому, видимо, нас не покидает образ лета, в котором любят только за то, что мы есть на этом свете. Занимая пост заместителя председателя Архангельского регионального отделения Союза писателей России, Игорь Давидович Гуревич остается наставником и в настоящее время. Он помогает молодым писателям и поэтам найти себя в творчестве и стать истинным мастером слова. Спасибо за внимание! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин